Итак, есть у кого-нибудь какие идеи, как можем сделать эту дырку? У меня есть одна, это тоже лайфхак. Мы можем сделать маску поверх основного окна приложения. Давайте попробуем это сделать сразу же. Возвращаемся в наш метод Dismiss и достаем главное окно приложения. Как это сделать? Достать его из свойств у AppDelegata. Сначала мы уберем отсюда анимацию, потому что она нам уже не нужна, она была нужна для прошлой части. Пишем guard let window равно UI application shared delegate window. Дальше, так как оно у нас с двойным опционалом, мы его снова unwrapим, пишем let main window равно window. И если этого всего нет, можно вообще кинуть fatal error, потому что это что-то, чего не должно было случиться. Можно написать здесь какое-нибудь сообщение, что AppDelegate doesn't have window, например. AppDelegate does not have a window. Все. И давайте сразу на него накинем эту маску. Чтобы создать маску, мы пишем mask равно CLayer. Нашему window говорим, что дружок, вот теперь у тебя есть такая маска. И нам в эту маску нужно передать контент, и этим контентом будет наш логотип. Пишем mask contents равно. И здесь нужно на самом деле достать картинку, но я предлагаю ее положить сюда, как статическое свойство. Static let logo image равно. Your image named. Я предлагаю здесь взять сразу картинку большого размера. Почему? Потому что мы будем потом анимировано увеличивать ULU. И если она будет слабого разрешения, там будет видно пиксель. Это будет не очень. Поэтому мы берем сразу большую. Можно даже здесь сделать force unwrap. Естественно, в продажном коде мы не рекомендуем это делать. Но... Так. Здесь пишем splash view controller и logo image view. logo image. Все. Итак, нам осталось задать фрейм этой маски. И для этого нам нужно достать из свой splash view контроллера фрейм нашего logo image view. Но так как нам уже слишком много кода в splash presenter, я предлагаю создать еще один объект, который будет называться splash animator. И он будет отвечать за все, что связано с анимациями. Создаем новый свифтовый файл. Называем splash animator. Также сначала мы запишем протокол для него, чтобы показать, что он будет уметь. Протокол splash animator. Здесь опять мое любимое слово description. Вот. Все. Почти с первого раза. И первый метод это animate appearance. Мы хотим, чтобы он сделал нам анимированное появление. animate appearance. И такая же функция animate disappearance. И вторая функция должна отдавать также completion. Disappearance. Вторая функция отдает completion такой же, как у splash presenter. Можно прям взять его и скопировать. Так. Готово. Теперь напишем имплементацию. Пускай компилятор сам добавит нам нужные методы. Что нам нужно? Как мы уже поняли, нам нужно иметь в property window и view controller. Вот. Если мы посмотрим на презентера, мы уже здесь и в презенте, и в dismissе обращаемся к окну и к контроллеру. Я предлагаю их сразу здесь положить в property. Поэтому мы здесь создаем private unovened let. Сейчас, кстати, внимательно я пишу unovened, потому что я уверен, что это свойство здесь будет, потому что презентер будет держать аниматора, презентер будет держать foreground splash window, а аниматор просто будет о нем знать, но не будет увеличивать четких ссылок. Но вообще оно в нет опасно, поэтому сто раз подумайте, прежде чем его использовать. Ну и здесь также заводим foreground splash window. Можно прям взять его отсюда, скопировать. И нам еще нужно еще одно свойство, которое будет называться novened let foreground splash view controller. Опять же, чтобы не нужно было постоянно его доставать из window и кастить к нужному типу. И здесь пишем тип UI, нет, не UI, а splash view controller, чтобы можно было обращаться к его свойствам. И теперь нам нужен конструктор, чтобы передать все это в него. На вход он будет принимать foreground splash window. Вот self foreground splash window равно foreground splash window. И нам нужно достать сейчас view controller. Пишем splash view controller. Даже не просто splash view controller, а foreground splash view controller. Мы берем наше окно и, по сути, достаем его root view controller. И также его нужно скатить к типу splash view controller. И если всего этого не произошло, то также можно кидать fatal roar, потому что это то, к чему жизнь нас не готовила. Мы здесь пишем, что, например, splash window does not have root view controller. Так, все. И теперь нужно засунуть его в свойства. Нажмем Command B, чтобы убедиться, что все собирается. Теперь идем в splash presenter и перетаскиваем всю логику, которая связана с презентеем и десмиссом, в аниматор. Сначала нам нужно создать свойства private lazy var animator. Тип у него будет splash animator description, splash animator. И он вот в конструкторе просит от нас foreground splash window. Мы берем его и туда передаем. А дальше все, что связано с показом, мы перетаскиваем в аниматор. Аниматор, animate appearance, animate appearance. Мы берем все это, убираем в аниматора и там нужно будет чуть-чуть переделать. Сейчас покажу. Здесь можно уже не доставать splash view controller, потому что он лежит в property, поэтому это мы убираем. Здесь заменяем на foreground splash view controller и здесь тоже. И здесь тоже. Еще нужно будет добавить self, потому что здесь мы уже в замкании обращаемся к свойствам, класса. Итак, кажется ничего не сломалось, давайте проверим. Все, здесь вызывается animate appearance, да, все работает. Теперь нам нужно убрать десмисс в аниматора. Мы берем вот это вот, все убираем, здесь пишем animator animate disappearance и в completion передаем наш completion, собственно. Тот самый completion, в котором у нас освобождается память, которая была выделена под splash презентера. Так, animate disappearance, здесь мы по сути вот это оставляем, foreground splash window alpha 0 оставляем и здесь мы остановились на том, что не задали маски frame. mask frame равно foreground splash view controller logo image view frame. Давайте запустим, проверим, что получилось. А, мы, вот у нас здесь компилятор как раз ругается на то, что мы не используем свойства main window. Да, на самом деле здесь можно заменить window на main window, который мы уже unwrapнули. И у нас ничего не появилось, а ничего не появилось. Почему? Потому что в контент нужно передавать cg image. Вот мы берем у logo image свойства cg image. И теперь кажется, что все заработало. У нас появилась маска, появилась та самая дырка, которую мы хотели сделать и она просвечивает содержимое под собой. Выглядит пока не очень впечатляюще, я согласен, но все впереди. Мы уже сделали основную часть. И дальше нам нужно сделать так, чтобы, во-первых, эта юла вращалась, увеличивалась и, во-вторых, вернуть красивый градиентный фон, который у нас был под этим. Почему мы видим черный экран? Потому что под главным окном приложения нет никакого другого окна. И чтобы оно было, нам нужно его создать. Поэтому нам нужно создать еще одно splash window, которое будет называться background splash window. И чтобы здесь не было киппасты, я предлагаю написать сейчас такие методы private func splash window, который будет отдавать мне какое-то window с указанным нужным мне левелом. Вот я пишу level UI window level. Здесь можно скайппастить что-то даже отсюда. И давайте даже также будем в него передавать rootViewController в этот метод. Пускай будет splashViewController. Пускай будет splashViewController. Так, теперь нам нужно использовать метод здесь. А метод должен отдавать UI window. Мы пишем там, где мы уже создали splashViewController, мы его определили. Мы можем здесь написать сразу return splash window level. Какой у нас левел? Normal плюс один. И rootViewController splashViewController. Давайте запустим, проверим, что все работает. И оно, конечно же, не работает. Почему? Потому что здесь опциональный тип. Давайте здесь тоже укажем optional. Вот. Теперь нам нужно создать еще один splashWindow, который будет называться backgroundSplashWindow. Давайте вот это вот все скопируем. Здесь меняем на background. И разница будет в том, что у backgroundSplashWindow уровень будет на 1 меньше, чем у обычного. То есть здесь не плюс один, а минус один. И чтобы здесь тоже не было копипасты, давайте создадим еще один метод, который будет нам создавать splashViewController. splashViewController. Пускай он будет принимать textImage. Кстати, вот зачем я здесь создавал lazyWareTextImage. Потому что нам нужно его передать, придет два splashViewController. И чтобы они не генерились каждый раз разные, мы один раз генерим его и храним в свойствах. Так, вот это все можно прямо скопипастить отсюда. Люблю, когда можно все копипастить. Так, здесь return splashViewController. В целом, да, как обычно забыли добавить здесь optional. Нужно теперь здесь создать наш splashViewController. и тут дописать self. Вот, кажется, теперь все. Все работает. Давайте теперь то же самое сделаем для foreground splashWindow. и теперь, чтобы это окно показалось, которое мы только что создали, ему нужно также поменять свойства isHidden. Где мы будем это делать? Мы идем в нашего splash аниматора и здесь пишем в background splashWindow isHidden равно false, для того, чтобы оно показалось. А, мы его не передали в аниматор, нам нужно завести такие же свойства для background splashWindow и background splashViewController. Так, сейчас мы это быстро сделаем, потому что здесь нужно заменить всего четыре буквы. Обожаю просто так делать. Для того, чтобы привлечь ваше внимание снова, потому что программировать бывает скучно и вы могли забыть вообще, зачем вы здесь, мы заменили фотографию, поэтому наслаждайтесь. Так, мы остановились на том, что мы создали background splashWindow и теперь нам нужно было поменять ему свойства isHidden для того, чтобы оно показалось. Передаем его в свойства splash аниматора через конструктор, так же как и foreground splashWindow. Мы сюда добавляем еще один параметр на вход функции и точно так же здесь пишем self-background splashWindow равно background splashWindow и достаем его rootViewController. Это тоже можно скриппастить и поменять в нем for на back. Так, отлично. Теперь здесь пишем self-background splashViewController равно background splashViewController. Теперь у нас сейчас зайдет комплектатор на то, что мы не передали свойства в конструктор. Давайте его передадим. Вот оно. Все. Так, теперь у нас произошло что-то неожиданное. Дырка пропала. А почему? Потому что у background splashViewController уже есть логотип и нам нужно его скрыть. Для этого мы идем в splashViewController. Здесь заводим свойства, например, logo isHidden. И так же его нужно будет определить. Пускай по дефолту здесь будет, не знаю, false, например. logo imageView isHidden равно logo isHidden. И теперь мы возвращаемся в splashPresenter. У нас теперь также нужно передать еще один параметр, который будет также называться logo isHidden. Для foreground splashViewController логотип будет виден, а для background не виден. Поэтому мы сейчас здесь передаем false, а здесь true. мы добавили сюда аргумент logo isHidden и нам также нужно его передать в splashViewController. Итак, у нас теперь есть background splashWindow и, как мы видим, в нем у нас отображается градиентный фон и текст. И маска в виде логотипа ULA на главном окне приложения. Поэтому мы видим вот эту вот дырку. Я немножко навел красоты в файле splashPresenter. Я добавил здесь марки. И в целом все. У нас есть методы, которые создают splashWindow и splashViewController. У нас есть foreground splashWindow и background splashWindow, которые мы передаем в аниматора. Так, мы остановились на том, что показали background splashWindow и теперь нам нужно начать уже делать какие-то анимации скрытия. Как вариант, можно начать с анимации вращения ULA. Для этого давайте напишем метод. Назовем его вот так. private func addRotationAnimation. И пускай вот здесь будет принимать на вход layer. Say layer. И также можно duration передавать сюда аргументом. Давайте durationTimeInterval. Для того, чтобы создать эту анимацию, мы обращаемся к фреймворку coreAnimation. Создаем здесь саму анимацию. Равно say basicAnimation. Дальше. Я в школе думал, что тригонометрия мне больше никогда в жизни не пригодится. Но вот шах и мат. Я никогда так не ошибался. Здесь мы пишем tangents. Tangents равно layerPositionY разделить на layerPositionX. И теперь мы считаем угол как архтангенс этого значения. В свифте есть даже функция atan. Туда передаем наш tangents. Так. Нам нужно задать для нашей анимации время начала. Мы обращаемся к свойству beginTime. И здесь равно sayMediaTime. Вот. Все. CurrentMediaTime. Нужно передать сюда duration, который мы передали как параметр на вход функции. И также нужно указать, что мы хотим анимировать. Так, valueFunction равно saveValueFunction. Анимировать мы хотим rotationZ. Теперь мы говорим от какого значения fromValue. И до значения, которое мы с вами рассчитали, это angle. Is removed onCompletionFalse. И animationFillMode ставим forward. Все. И пишем layer, addAnimation. Вот здесь есть такая функция. И 4K. Здесь пишем transform. Так. Давайте проверим, что получилось. Добавляем эту анимацию на маску. Так. AddRotationAnimationToMask. И здесь ставим duration 0.6. Вот. Она крутится. Это классно. И теперь нам нужно, чтобы она еще увеличивалась. Поэтому мы берем вот это вот, все копируем. Называем метод addScalingAnimation. Так. Здесь нам нужно рассчитать коэффициенты, на которые мы хотим увеличить, собственно, нашу yellow. Поэтому мы здесь сначала забудем свойство animation. Равно CAKFrameAnimation. И CAKPath здесь у нас уже будет bounce. мы берем размеры. LetWidth равно layerFrameWidth. LetHeight равно layerFrameHeight. И дальше мы вводим такой коэффициент, который означает, насколько мы хотим увеличить ULU. Он будет равняться вот такому значению. То есть для экрана 667 мы хотим, чтобы он, ну как логотип, увеличился в 18 раз. И так как мы хотим, чтобы он зависел от экранов, чтобы на больших экранах он увеличился так же до границы. Мы считаем такое значение как finalScale. Оно будет равняться коэфф умножить на UIScreenMainBounceHeight. Так, теперь нам нужно завести такую переменную, в которую мы положим массив наших масштабов. Так, здесь у нас тип CGFloat. И это все равно. Начальный масштаб у нас 1. Потом 0.85. То есть ULU немножко уменьшится. А потом она уже увеличится до своего финального масштаба. Из кода что ниже? Мы оставляем beginTimeDuration. Это мы убираем. И здесь пишем values равно scalesMap NSValue. И тут есть такой конструктор. И CGRect. И мы здесь пишем CGRect. Тут по нулям. И здесь weights и height. И также это все нужно умножить на scale. То есть на $0. Так, здесь нужно указать тип CGFloat. и нам здесь осталось задать timingFunctions. animationTimingFunctions. равно name easyIn, easyOut. И еще один. Здесь пишем easyOut. Все. Теперь, чтобы убедиться, что все работает, нам нужно добавить эту анимацию на нашу маску. Это ScalingAnimationToMask и Duration. Ставим такой же 0.6. И также здесь нужно поменять еще ключ. Теперь здесь не transform, а bounce. посмотрим, что получилось. У нас есть юла. Она крутится, увеличивается. Но чего-то не хватает. Давайте вернемся на то, что нам нужно получить. Посмотрим, чего не хватает. Мы видим, что дырка появляется не сразу, а юла как-то анимировано исчезает. И выглядит это приятнее. Давайте подумаем, как можно сделать так же и сделаем. Нам нужно создать еще одну вьюху. Назовем его LightMaskImageView. И она будет уже с картинкой, которая соответствует нашему логотипу. Для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы на главное окно добавилась еще одна вьюха, которая так же анимирована, как и сама маска, будет вращаться и увеличиваться. Для этого мы пишем MainWindowAddSubView, MaskImageView и MainWindowBringSubViewToFront. И также нам нужно создать Frame. MaskImageViewFrame равно MaskFrame. Да, нормально. У нас появилась теперь юла, но над ней нужно провести те же самые анимации, что мы производим над маской. Поэтому мы делаем такую штуку. Создаем массив из маски и MaskImageView. И говорим, для каждого из этих объектов наложи вот эти вот анимации. Так, здесь пишем $0 и здесь $0. Запускаем, проверяем, что получилось. Кажется, что все должно работать. Да, все работает. Единственное, что логотип не скрывается. И чтобы это сделать, нам нужно написать еще одну анимацию, которая будет отвечать за скрытие этого логотипа. Давайте напишем. Для этого нам нужно написать UiViewAnimate. Давайте возьмем с задержками. Здесь 0.1, через 0.1 секунду. И что мы делаем? Мы берем MaskImageView и обнуляем его альфу. Альфа равно 0. И когда мы это сделали, мы удаляем его из SuperView. Пишем remove from SuperView. Все, давайте проверим, что получилось. Да, все. Теперь уже ближе к правде. Так, теперь нам нужно, чтобы текст фейдом также исчезал. И для этого мы напишем код UiViewAnimate. Duration 0.3. И в анимации мы пишем background. splash не window, а view controller. TextImageView. Альфа равно 0. Все, отлично. Сейчас должно уже быть ближе к правде. И обратим внимание на то, что не хватает completion. Здесь непонятно, как вызвать completion. И чтобы это сделать, я предлагаю воспользоваться такой штукой, как cATransaction. Здесь мы пишем begin. Потом мы говорим cATransaction. SetCompletionBlock. И в нем мы вызываем наш completion. И когда мы сделали все анимации, мы пишем здесь cATransaction.commit. Это удобнее, чем group animations, потому что у нас здесь не все анимации через cAAnimations выполняются. Давайте еще раз запустим, посмотрим, как все выглядит. И не хватает последнего элемента. Если мы посмотрим на эту гифку, то мы увидим, что главное окно приложения тоже анимируется, как бы навстречу сужается. Для этого мы сначала его немножко увеличим. Пишем mainwindowTransform равно cgfinTransform. Здесь 1.05. То есть мы увеличим его на 1.05, чтобы потом анимировано вернуть в исходное состояние. И здесь пишем animate duration 0.6 и animation mainwindowTransform равно identity. Так, запускаем, проверяем. Итак, у нас с вами все получилось. Мы справились с задачей. Давайте еще раз посмотрим на то, что получилось. А можно даже и еще раз. Я готов смотреть на это бесконечно. Репозитория проекта доступна по этому QR-коду. Скачивайте, пользуйтесь. Можно там что-то поменять, сделать у себя классный сплэшскрин, и никто не узнает, что вы делали его по нашему скринкасту. Это были скринкасты. Меня зовут Артур. Ставьте лайки, подписывайтесь и переходите смотреть наши следующие выпуски. Пока.